Всем привет, с вами Тед. И вы меня часто просите, покажи, чьи за протасов, Тед, почему-то. Постоянно играешь в макро. Показываю, показываю, показываю вам один из самых шикарных призов, которые сейчас работают даже на высшем уровне. Начинайте с того, что сразу же пробку срываете, то есть она даже не начинает добывать, и сразу же начинаете строить рабочих. Что должна сделать пробка? Она должна пойти, желательно, немножко полукругом по карте, чтобы соперник, если рано пошел разведывать, вас сразу же не нашел, чтобы он как минимум не знал, в какой стороне у вас прокси находится. Вот, с этого у нас, собственно, все начинается. Затем мы будем делать билд, а я вас сразу предупреждаю, ребята, что после этой игры я вам покажу еще одну игру, крутейшую, в которой вот этот же чиз, который я сейчас делаю, против меня на турнире использовал корейский игрок. Корейский игрок из Грандмастер Лиги. Вот, то есть корейский фротос из элитного дивизиона. Вот, у нас с ним очень интересная заруба получилась. Вот, начинаем, начинаем, начинаем. Смотрите, ставим пилон, его надо поставить до 40 секунды. И здесь мы останавливаем на 14 рабочих, то есть мы больше не строим. У нас здесь построилось, 15 рабочих, больше мы их строить не будем. Ставим сразу же 2 гейта и форжу. Вот такой вот у нас чиз. Дальше мы очень аккуратненько проходим вот сюда, вот сюда, вот сюда. И нужно поставить заныканный, заныканный пилон, который никто не видит. В чем суть? Суть в том, что сейчас фротос открывается в стеночку, чтобы не проигрывать адептам. И вы как раз-таки берете и делаете так, что вы эту стеночку снесете. Вот, но при этом это выглядит как кэнон раш. Если кто знает, то, конечно, немножко поймет, что это не кэнон раш, потому что если мы сразу же фотоним, чуть раньше фотонки начинаются. Вот, и есть еще такой ответ. Заварить стенку наглухо, чтобы вы не могли фотонить сверху, и тогда фотонки как бы проигрывают. Здесь нас как раз спасают гейты, да? Посмотрите, у нас два гейта. Очень-очень крутой чиз. Получается, достраивается пилон. Но соперник нас находит. Мы должны при любом раскладе поставить фотонки, так, чтобы они начинали бить по стеночке. Стеночка будет под атакой. Достраиваются два гейта. Видите, у нас ровно 200 минералов. То есть мы себе можем позволить пилон, две фотонки и здесь два зелка. Эти два зелка мы делаем под бустом. Таким образом, они сюда приходят и, собственно, мешают сопернику отбиваться от наших фотонок. Вот, смотрите, он спасает пробку. Здесь закрывается наглухо. И все, наша задача лишь продолжать давить ему стенку. Здесь я предпринимаю решение еще поставить одну фотонку, чтобы сильнее давить. Вот, поднимаемся наверх и начинаем разрушать его стену. Он тем временем уже сзади у него готова кибернетка. Он делает сталкера. И как бы от фотонок, он бы мог защититься от простых. Но здесь еще два зелка, которые прессингуют ему стену. Здесь фотонки убивают ему гейт. То есть у него сейчас проблемы уже начинаются. И как только мы ему убиваем два гейта, естественно, мы продолжаем его потонить уже сверху. Зелки у нас строятся без остановки. То есть два, еще два поехали. Здесь я допустил ошибку. Слишком рано поехал пробкой в обход гейта. Мы, конечно же, теряем пробку, но он теряет два гейта. И мы понимаем, что теперь единственный его юнит на ближайшее время это сталкер. То есть, да, конечно, под батарейками он может повыживать. Поэтому здесь я сразу же предпринял действие по правилу в новую пробку. И самое главное, не бегайте зелками постоянно за одной целью. То есть отправьте одного-двух зелков за сталкером. Лучше двух, конечно же. Вот. Отправьте пару зелков бить пилон. Отправьте зелка бить другой пилон. И в этом суть. То есть сопернику будет тяжело понять, куда сколько юнитов отправить. Потому что если вы всеми будете зелками бегать за сталкером, они будут бегать и не наносить урон. Вот. А здесь получается он пытается убить этого зелка пробками и этого зелка сталкером. В итоге теряет пилон. Не до конца, но сейчас потеряет. То есть сталкера прогоняем. Как видите, сразу же меняем направление. И вот такой вот микроконтроль весьма простой и сложный одновременно. Но я бы назвал его базовый. Да, то есть вам нужно думать о том, что делать. Вам нужно микрить. Но при этом это все простое. Микро, просто передвижение. Грамотно передвигаться. Ну и пытаемся дофатонить. Дофатонить все его здания. В итоге у нас появляется здесь три зелка. И в принципе здесь уже игра близка к завершению. Естественно, супер батарейка сама себя не лечит. Поэтому она становится бесполезной. Достраиваются первые фотонки. Два зелка бегут до сталкером и соперник сдается. Давайте посмотрим, что будет, если мы играем против Грандмастера. Итак, это игра на карте Дешаура. И мой соперник Грандмастер. Как вы видите, он сразу же убегает пробкой. Все, что я вам только что рассказал. Единственное, что здесь я вам еще покажу, как этот билд работает и как им играть против Кэнон Раша как раз таки. Вот. У него есть свои преимущества. Смотрите, а я на этой карте решил фотонить. В первой игре я его выиграл через Блинк, так же как Найса. Кто знает, тот видел. Вот. И здесь мы, в принципе, встретились. Тут он все равно продолжает. Но я пока сильно не напрягаюсь, хоть я и видел его такой, оббегаю. Готовлюсь. Он идет второй пробкой еще в атаку, то есть он будет ей помогать фотонить. Здесь достраивая пробку тоже один из вариантов исполнения. И смотрите, мы его фотоним. Он поднимается, понимает, что это фотонки. То есть понимает, что будут проблемы у него. и начинает готовить себя защиту базой. То есть ставит пилон у себя дома минеральной линии, будет здесь обороняться фотонками. Но на этой карте это уже не работает. Тут должен был быть пилон сразу, поэтому я спокойно его допотаниваю. А здесь он пока никого не встроит. Он понимает, что сначала нужно спасти базу. Сначала нужно базу спасти, как-то решить, так сказать, этот вопрос. Здесь убивает мою пробку, я не успеваю среагировать. И дальше в принципе все. База зафотонена. Он понимает, что он с фотонками вот этими ошибся. Они на расстоянии от фотонок снизу. То есть ему надо было их немножко в другом месте ставить, но все равно ему бы не помогло, потому что до этой фотонки ничего бы не доставало. И здесь он в принципе отменяет свою фотоночку и ставит прокси базу. То есть первым делом он сразу такой хорошо, мне надо восстановить добычу. Мне надо восстановить добычу. убегает. Здесь конечно же попадает под решетой с фотонок. То есть сейчас фотоночки начнут решетить его пробок. Решетой готово. Вот. И по пробкам он уже отстает. Тем временем у него приходит зилат. Я же здесь дома с фотоночками организовал себе защиту. Понял, что все окей будет сейчас. То есть эту фотонку я отменю. Зилат как бы прогонится по итогу. и все будет нормально. А он в принципе воспользовался своим преимуществом. Смотрите, он поставил кибернетку. Кибернетка у него как раз доступна раньше, чем у меня, потому что он раньше поставил гейты. Я свой гейт поставил позже, моя кибернетка отстает. И он занял вот эту базу. То есть на этой карте очень выгодная база, потому что здесь один минеральный езер приносит столько же газа, буквально как мои два. Посмотрите, одна пробка добывает 8 газа. 8. Представляете, здесь 3. То есть одна пробка здесь равняется целому газовому гейзеру здесь. Это очень много, очень круто. И в итоге он вот с такой вот экономики, то есть с 11 пробок уже добывает газа 3 в 4 раза больше, чем я. просто просто вот я с двух газовых друс сижу. Такая вот забавная штука. И дальше смотрите, естественно, что происходит. Я перехожу в Старгейт, позади собираюсь, а здесь уже Сталкер. И тут у нас начинается война. Он пытается с каждой стороны попробовать поатаковать, понимает, что в принципе ладно, это бесполезная трата времени здесь. Пытаться убить пробок немножко Микрит ходит, но понимает, ладно, здесь нету времени. Давайте бить Нексус на таймер поставим на таймер нашего соперника и он ставит на таймер меня Теда. Вот такой вот у нас с ним замес получается. Я понимаю, что ладно, по гейтам я проиграл, то есть я не успею отсюда ставить ничего, думаю, попробую зафотонить, попробовал зафотонить, но оказался в таком положении, что он видит, откуда я его фотоню и естественно он идет, меня прогоняет, прогоняет делком, не получилось зафотонить. И здесь у нас начинаются сталкеры против Нексуса батареек и Вайдре. Это просто суровая битва, я здесь сижу уже на таймере, понимаю, что фотонки снаружи не станут, он не даст их поставить, приходится кидать Уверчарш на батарейку, чтобы полечить Нексус, выходит Вайдрей, начинаем бить по сталкерам, он аккуратно отмикривает, убегает сталкером, спасает сталкера, хочет убить Вайдрей, но Вайдрей вылечивает супер батарейку, просто сумасшедшая, сумасшедшая ПВП, постоянно идет прессинговать дачи, ставит меня опять на таймер, начинается прессинг, начинается давление, я понимаю, что у меня уже не хватит этой батарейки, у меня нету супер батарейки, она в перезарядке, нужно двумя Вайдрейами нападать на сталкеров, понимаю, что сталкеров будет скоро еще больше, нападаю на сталкеров, он Микрит убивает не одного Вайдрея. Пытается убить второго. Я ему убиваю двух сталкеров. И Вайдрей на последних жизнях. 8 хп у Вайдрея. Он спасается. Спасается под батарейкой. Последняя жизнь у Вайдрея буквально. Новая батарейка достроилась и он выжил. Он не спеша убивает камешки. Конечно это важно. Второй Вайдрей выходит. Опять 2 Вайдрея на 4 сталкера. Итак, начинается микроконтроль. Минус сталкер сразу. Но тут выходит 2 сталкера уже. Теперь 5 сталкеров на 2 Вайдрея. 5 сталкеров на 2 Вайдрея это будет тяжело. Нету супер батарейки. Выбегает дилот. Но есть фотонка. Она помогает. Но Нексус, Нексус, ребята. Он на таймере. Уже половина хп нету у Нексуса. Он фокусит Вайдрея пробитого. Добивает. Не теряет ни одного сталкера. Аккуратно домикривает. Я пытаюсь спасать берелок. Пытаюсь наносить какой-то урон. Пробивать щиты. Взбивать им леген. Он все еще бьет Нексус. Приходится всю энергию батарейки всадить в Нексус. И Вайдрея опять пытаются пробить. Он отходит. И теперь слишком много сталкеров. Слишком много сталкеров. Приходится как-то думать. Как-то решать вопрос. Понимаем, что нет энергии. Не хватает Нексус на таймере. Срываем всех рабочих. Последний момент. Последняя жизнь Нексуса. 150 жизни Нексуса. Срываем рабочих. И просто пепелим сталкеров. Но понимаем, что сталкеров слишком много заходить далеко нельзя. Убиваем Зилота. Пытаемся убить сталкера. Убили сталкера. И отходим. Отходим. Надо заказывать нового Вайдрея. Новый Вайдрей заказан. И есть супер батарейка. Врубаем супер батарейку. Отличить Нексус. Он не может его убить, он понимает, перегруппировывается и собирает группу сталкеров Тут я решаю разделить Вайдреев, и это была критическая ошибка Он идёт, фокусит Вайдрея, почти его убивает и добивает его, в конце концов, конечно же Потому что Нексус у нас на таймере, смотрите, он пытается убить Нексус, добивает Вайдрея Ну и нам приходится сдаться, приходится сдаться, написать GG Вот такая вот у нас, ребята, сумасшедшая игра получилась То есть даже лучшие грандмастера на корейском сервере используют этот билд Я думаю, его можете использовать и вы, обязательно не стесняйтесь и крушите ладер Успехов всем, с вами был Тед, пока